«Николай Лейкин. Рысачник», — читает Геннадий Подстригаева. — Селандий, нечего тебе баб под папоротки хватать. Закладай вороного зверя в двухместный шарабан, — кричал, выглянув из окна своей квартиры, средних лет купец с рыжеватой подстриженной бородой и в халате. — Сейчас, Мирон Митрофанович, — отвечал возившийся на дворе с бабой молодой конюх в нанковой безрукавке с серьгой в ухе. Дал бабе в спину последний тумак и, задрав голову по направлению к хозяину, прибавил. — Не изволили ли запамятовать, ваше степенство? Сегодня у нас серый зверь на очереди, так как застоявшийся шочень. Только все езды-то ему было, что Пелагею Тихону третьего днясь в баню возили. — Серого пущай, Захар в беговых проездит. Да новую сбрую с серебряным набором на вороново-то. — Слушаюсь. Через четверть часа слонообразный кучер Захар с расчесанной громадной бородой, туго сдерживая вожжи, выезжал из сарая на вороном звере. Сзади бежал конюх Силантий. На улице Захар промял рысака на рысях взад и вперед сажен двести и осадил около крыльца. Конюх Силантий хватил лошадь под узцы и начал оттирать ей полой без рукавки запенившуюся уже морду. На вороного зверя смотрели остановившийся у крыльца дворник, какой-то мастеровой и мелочной лавочник в опорках на босу ногу. — Вишь ты, купеческа-то охота! — кивнул головой на коня лавочник. — Сам изо дня в день ищи солониной да кашу жрет, а смотри, каких рысаков завел. — Слабость, ничего не поделаешь, — отвечал кучер. — По осени он у нас из-за рысаков-то обанкрутиться хотел. — Обанкручусь, — говорит, — уеду из Питера и конный завод заведу. Ежели кредиторские капиталы к моим приложить, то навек хватит. Так мне и сказал. — Да уж прямо тебе, — усомнился лавочник. — Станет он с тобой о делах рассыпать. — А нет, что ли? Я ему первый друг. Со мной и в баню ходят. — Топереча заортачься я, чтобы мне за мое наездничество сорок рублей в месяц получить. Так даст. Только зачем я, супротив его, буду свою пронзительность показывать? Надо и бог помнить. Где житье собачье, так это точно. А у нас овест не считанный, да и насчет сена прижимки нет. И так уж мы его куражу над ним достаточно. — Что верно, то верно, — поддакнул дворник. — К примеру, запортерное сиденье. Своему приказчику, коли узнает, волосянка полагается. А кучеру Захару ничего, хоть он на полдня пропади. Да еще сам пару пива в награждение ему выставит. Из подъезда вышел купец в фуражке. Сзади следовала его дородная супруга. Дворник и конюх сняли шапки. Купец подошел к рысаку, потрепал его по спине, заглянул для чего-то под брюхо, смахнул рукавом с его морды какую-то пылинку и стал садиться в шарабан на место сошедшего кучера. Села и купчиха, подсаживаемая под зад кучером. — Выпыл? — спросил купец. — Выпыл. Только к воде он был не очень-то ласков. Коли к свояку заедете, то я под сиденье ковер положил. Велите ихнему кучеру нашим ковром покрыть. — А что? — Все лучше, чем чужим ковром. У меня ковер от баловства наговоренный. Конь под ним, как вкопанный, стоит. Солдат один удружил. Надо ему, Мирон Митрофанович, полтину за наговор-то пожертвовать. — Ладно, напомню уже. — Ну, Господи, благослови! Держись, Пелагея Тихонна! Рысак помчался, мерно работая ногами. — Шш-шш! — шипел на него купец, натягивая возжи, и гордо смотрел по сторонам на любующийся его конем народ. — Как дровяной подряд с пулю благополучно. Сейчас у Петра Сидорова на Гнедову с подпалинами торговаться начну. — По ночам даже едь самая лошадь мне грезится, — говорил купец жене. — Вижу, это я вчера во сне, как будто иду я по полю, и вдруг Петр Сидоров Гнедова под узцы ведет и говорит мне, берегает повод, коль удержишь, владей конем. Схватился это я будто за уздечку, а Гнедой как завьется на дыбы, да на меня передом-то, ну и смял. — То-то ты и стонал так ночью. Я тебя будить, а ты меня за горло, индуис пожал. — Прости, Пелагеюшка, это я тебя за Гнедовый сокас просонгт принял. — Пелагей Тихонна, сиди крепче, сейчас я Терентию Гаврилову нос утру, — крикнул купец жене. Вон он на своем яблочном едет. Ха, бахвалишка. У самого лошаденка двое из конюшни ведут, двое ног переставляют, да двое в зад шестайм пихают. А то даже рысаковый охотой хвастается. Вместо обычного понукания купец только щелкнул языком, и рысак его помчался. Неистово затрещали колеса шарабана о мостовую. Терентий Гаврилов, заметив, что его обогнали, тоже пустил своего рысака вовсю, щелкнув вожжами. — Поди, поберегись, эй, корзинка, куда лезешь, земляк, что рот-то разинул? — раздались возгласы на переходящих дорогу. — Пелагейшка, оглянись, далеко ли я его оставил? — упрашивал купец жену спустя некоторое время. — Сзади гонится, — отвечала та, — близко. — Вишь, на него удержу нет, и куда связался черт с младенцем, заморю ведь. — Васька, удружи, выручи, кобыли сын охотника! — сжав зубы, бормотал купец. Минут пятнадцать на всех рысях гнал он рысака и очутился на аллеях Екатерингофа. Рысак был весь в мыле, храпел и фыркал. Купец стал его осаживать. — Ну что, Пелагейшка, утерли мы нос лобазнику-то? — спросил он жену. — В лучшем виде утерли, Мирон Митрофанович. Сдался и в сторону своротил. — То-то! Где ему лешему сопротив моих зверей тягаться? У него и потрохов не хватит. Вот у тебя какой муж-то! Но сослужи ему теперь за эту службу. Я подержу коня, а ты сойди на дорогу, возьми в горсть пыли, да и набросай мне сзади на спину, а потом и себя попыли. — Да что вы, Мирон Митрофанович? — Делай, коль тебе приказывают. Чего стыдиться? Место пустынное. — Да зачем же одежду портить? — Вот дура! Затем, чтоб шику было больше. Сейчас приедем к свыку на завод, так пусть на нас посмотрит, какие мы черти от своей зверской охоты. — Да ей-богу, нехорошо. Ну, вас я, пожалуй, попылю, а уж насчет меня самой увольте. За бархатный казак мой пять четвертных заплочено. — Стопа! Да ведь я ж тебе подарил. Пыли, говорят, тебе вовсю. Стравим его, так новый Леонский куплю. Моя голенища страдать будет, а не твоя. Жена вышла из шарабана и начала обсыпать спину мужа пылью. — Довольно будет с вас? — спросила она. — Достаточно. Но теперь сама ложись на дорогу в пыль и поваляйся в ней. Народу не души. — Нет, уж лучше я перстами себя посыплю. Лечь мне, так потом и не встать. — Вишь, жир нагулял сколько. Ну, пылись, пылись поскорейчи. Операция опыления была выполнена. Жена села в шарабан. Муж пустил лошадь шагом. — Ну вот, пусть теперь, посмотревши, какие мы черти, свояк скажет, что мы горе-охотники. — Нет, привить такого зверства с нашей стороны, у него и язык на этот альбом не повернется. Закончил он и, пощелкивая языком, стал подзадоривать коня. Птицы лов Шесть часов утра. Солнце заглянуло в сердцевидные отверстия из щели ставень маленького дома на петербургской стороне и заиграло яркими пятнами на мебели и на полу. Целая полоса света пришлась на нос какого-то генерала, изображенного на портрете и висевшего на стене. Довольно объемистый зигзаг лег на грудь литографированного архиерея и заблестел на стекле, прикрывавшим портрет. В комнатах сначала раздалось легкое птичье чириканье, потом кто-то начал глухо долбить о что-то твердое и послышался тихий гортанный возглас «И ко Господу!» Вдруг запела канарейка, за ней другая, третья, и раздалось громкое неудержимое птичье трио. «Вот те раз! Кажись, опять проспал!» — послышался заспанный возглас, а за ним продолжительная зевота. «И так и есть! Проспал! Шесть часов! Матрена, ставь скорее самовар!» Возгласы зевота принадлежали седенькому старичку с большой лысиной и толстым красным носом. Он сидел на клеенчатом диване с валиками, на котором была послана постель, почесывал грудь и всматривался в циферблат расписных часов, висевших на стене, у которых вместо гиль были приноровлены мешок с песком и лошадиная подкова. «Спасибо еще, что канареечки миленькие разбудили, а то и вся охота бы к черту пошла!» Продолжал он и вдруг, спохватясь, прибавил. «Господи, прости мое согрешение!» — нечистого прежде молитвы помянул. «Матрена, ты слышишь, самовар?» «Слышу, слышу!» — заговорила из кухни кухарка. «Эх, на вас нет угомону! Старые вы кости, а не даете себе успокоения! Ну, чего с пожаранку вскочили!» «Да ведь я сто раз тебе твердил, что птиц сегодня еду ловить! Мне ж ты не видела, что я и сеть вчера справил, и западню!» «Переломать бы твои сети и твою западню! Покоя нет от тебя! Чиновник, калежский советник, а такими пустяками занимаешься! В департаменте-то, поди, все хохочут над тобой!» Эти слова уже принадлежали жене и доносились из другой комнаты. «Ах, пускай хохочут!» — отвечал старичок, быстро одеваясь. «Хохочи ты, слова не скажу! А изломаешь мои сети и западню, я тебе бока обломаю!» «Так я тебе и позволю! Понимаешь, что такое кочерга?» «Отлично понимаю! Но против кочерги у меня есть метла, она подлиннее будет!» «Ах ты, старый пес! На животерню тебя, а ты ищ метлой стращать смеешь!» Из комнаты выскочила растрепанная пожилая женщина в полнейшем дизобелье и встала в угрожающую позу, схватясь за стул. «Тише, тише ты, полоумная! Из сердцов-то иногда печен клопается!» — спокойно сказал старичок. «Ты, полоумный, а не я! Ну, чего ты вскочил об эту пору и орешь на всю квартиру матрёну?» «О, птиц ловить иду!» «Так уж, коли есть у тебя этакое каторжное занятие, так встал бы ты тихим манером на цыпочках, побудил кухарку, умылся, Богу помолился и провалился бы на все четыре стороны в тарт-трары!» Канарейки, услыша перебранку, принялись кричать еще громче. «Ох, создатель, вот и глушили-то!» — продолжала женщина. «Ты зачем канарейк раздразнил?» «Да я и не думал их дразнить. Хорошая птица всегда утро громко встречает!» — отвечал старичок, и лицо его вдруг просияло. «Нет, каковы птички-то, а? Это ведь новенькая голубушка так заливается. Видишь, как звенит и трещит, словно валдайский колокольчик с трещоточкой. Бедный я человек, Васа Андреевна, а и десяти рублей за эту птицу. Голову вот ей оторвать, вот тогда и гривенника никто не даст. «Васа, уймись! За ее голову твою голову оторву!» «Это ты с птицей-то жену на одну доску ставишь! Прекрасно, прекрасно! Только этого не доставало! Мерзавец ты, мерзавец!» Жена опустилась на диван и заплакала. Старичок развел руками. «Ну, какая тут охота! Ну, какая тут, может быть, охота к эдакой стеснению!» Говорил он. «Нечего сказать! Хорошо стеснение! Жили мы без тараканов, а ты нарочно черных тараканов в квартире развел для скворца, да для соловья. Посмотри, ведь у нас по всем комнатам муравьи расползлись, вырезшие из твоих муравьиных яиц. Вчера в одной тарелке супу четыре муравья нашла. Канарейки покоя по утрам не дают. Шутка тоже. У тебя их шесть штук». «Когда ставни закрыты и солнце в прорихе не светит, они не очень кричат», пробовал оправдываться старичок. «Черт тебя знает! У тебя они какие-то оглашенные. Они при закрытых ставнях с пяти часов утра орать начинают. Откуда ты только этаких набрал?» «Голубушки-печушечки, своего вывода», восторженно произнес старичок. «Будем говорить дальше. Есть у меня после сына одно утешение — кофей», продолжала женщина. «Так ты мне теперь кофей и цикорий запретил дома жарить?» «Так у меня уж две синицы от цикорного угару издохли». «Эх, просто ненавидишь ты меня, Васса Андреевна!» «Я тебе ненавижу. Я?» «А кто тебе на затылок арнику со свинцовой водой прикладывал, когда ты, скворечницу на дерево ставивши, вниз сверзился и башку себе рассадил? Ведь чуть пополам она у тебя не треснула. Мужчине под шестьдесят, а он, как мальчишка, вздумал по деревьям лазить. «Ну, подох бы. Велик ли твой пансион?» «Да ведь охота!» «Ты прежде капитал приобрети, а потом и охоться, а то в обоих карманах грош за полтиной гоняется с дубиной». «Зато птицы есть. Вон, за скворца-то я и двести рублей не возьму. Он, да исправится, молитва моя поет. Купец Свайкин сто восемьдесят давал». «Давал, да денег не вынимал». «Конарейки по десяти рублей, три чужа ученые по пяти, а клетки, сети, западни, скворечницы — это не капитал». «Пошел, поехал, ну тебя. Уходи скорее на твою птичью каторгу, да дай нам поспать». «Спи, дрыхни, уйду. Мне и чаю не надо», — сказал старичок. «Потом попью. Вот только сына разбужу и с собой возьму на подмогу». «Не дам я тебе Петеньку будить. Он вчера до часу ночи урок из латинского языка зубрил. Пошел вон один. Вот еще что выдумал. Мальчик к экзамену готовится, а он его птиц ловить». Молча, махнув рукой, собрался старичок на птичью ловлю, нацепил на себя сети, взял в руки клетки с птицами-подсадками, вышел на улицу и поплелся по мосткам. У одного окна, стоя на дыбах и смотрясь в зеркало, привешенное на оконную раму, брился чиновник, делая гримасы и выпяливая языком щеку. Завидя старичка, он забарабанил в окно и отворил форточку. «На охоту!» «На охоту!» «Зашли бы по дороге. У меня есть отличные остатки на березовых почках. Я вот сейчас отбреюсь, так важно было бы хватить перед чаем ради стамахи по одной рюмашечке». Стамаха с греческого «желудок утроба». «Стамахи ради» — крылатое выражение из Библии. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради стамаха твоего и частных твоих недугов». Первое послание к Тимофею апостола Павла. Как говорится, не пьянство ради, а пользы для. «Да что вы, что вы! Разве это можно перед охотой? Птиц вина не любит, она малейший запах чует, по нем человека узнает и ни за что к сеть не подойдет. И я и не курил сегодня, и не нюхал из-за этого. Даже табакерку с трубкой и те дома оставил. Перед птицеловством батюшка даже луку и чесноку накануне есть нельзя. Птиц — мудреный зверь. Она хитрее нашего директора департамента», таинственно произнес старичок и, махнув рукой, поплелся далее. СОБИРАТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ Маленький седенький человечек вышел из хвойного леска, поросшего небольшим кустарником, и поплелся по дороге мимо только что отстроенных дач на новых местах. Через плечо перекинута у него металлическая коробка, висящая на ремне. Из карманов довольно потертого пальто, застегнутого на все пуговицы, виднеются тоже коробки. Несколько длинных булавок для насаживания на них насекомых понатыкано в борте пальто. В черную, мятую, так называемую ученую шляпу воткнут сидящий уже на булавке и заморенный серным эфиром большоусый серый жук-дровосек. Седенький человек опирается на палку, к концу которой прикреплен кисейный сачок для ловли летающих насекомых. Взор человечка упал на полисадник одной из дач, над которым нависли молодые деревья. Люди, подолгу отдающиеся созерцанию природы, склонны сами с собой разговаривать, а потому и седенький человек, остановившись, проговорил. — Палисадник-то очень удобный. Разве посмотреть, не запрятались ли в его щели ночные бабочки? Они любят прятаться под плинтус от дневного света. И, недолго думая, седенький человечек перескочил придорожную канавку, остановился перед палисадником и стал его рассматривать. мертвые головы. Седенький человек бросил булавку и полез на палисадник, чтобы схватить гусеницу. Но вдруг из сада раздался громовой возглас. — Куда, чертов сын, лезешь? Ягоды воровать? Постой, я тебя проучу. Эй, дворник, Ерофей, иди сюда. Вор поймал. Седенький человечек был схвачен за перекинутую через забор руку. Его держал рыжебородый купец в халате и приговаривал. — Не рвись, не рвись. Разве руку у меня оставишь, а так не выпущу. Силы у нас и не на такого полюгавца достаточно. Мы, брат, у себя в Калашниковой восьмипудовое кулье подымали и двухпудовые гири крестились. — Ерофей, да где ж ты там запропастился-то? — Однако, позвольте, господин, я не вор, я собиратель насекомых. Меня здесь по даче все знают. Очень мне нужны ваши ягоды. Я только хотел гусеницу поймать, вырывался человечек. — Гусынь поймать? А за воровство гусынь-то не что вашего брата хвалят? — продолжал купец. — Ба, да ты с шарманкой! — заговорил он, увидав у него жестяную коробку, окрашенную в коричневый цвет. — И к тому же фокусник с сачком. Чудесно! Сейчас мы у тебя и билет на право фокусничества посмотрим. Ерофей, хватай его сзади! Дворник выбежал на улицу и схватил седенького человечка за шиворот. Выбежал на улицу и купец. — Скажи, билет, что ты за человек есть? — кричал он. — Какой билет? Я здешний дачник и собираю насекомых, — возражал человечек. — Это по чужим заборам-то? Врешь, врешь! Сейчас сам сознался, что лес гусынь воровать, а теперь пятится, отпирается. — Не гусыню, а гусеницу, червя, из которого потом бабочка выходит. — Ага, теперь из гусыни на червя своротил. Нет, тиролец, я тебя так не выпущу. Сейчас передам городовому, и пусть он тебя в участок ведет, там разберутся. С шарманками ходите только для виду, а сами насчет воровства. — Да и какой я тиролец, какая шарманка. Я калежский советник и чисто русский человек. — Толкуй, слепой, с подлекарем. Нечего мне зубы-то заговаривать. Не ж я не вижу твой инструмент и твою тирольскую шляпу. Вот как звездану за калежское это советничество, так тогда и будешь облыжным чином называться. Купец уже засучил рукав и поплевал на руку. — Однако позвольте, милостивый государитель, за это вы строго ответите, рванулся человечек. — Какой я шарманщик? Я собиратель насекомых. Вот они у меня сидят. Он открыл коробку и показал сидящих на булавке и воткнутых в пробку бабочек. — Что это? Звери? Ну, все равно не шарманщик, так зверятник. Зверей показываешь. — Заглянул купец в коробку. — А зверятнику нечто воровать можно? Ты ходи по дворам честно, да не через забор, а в ворота, да и показывай фокусы. Веди его, Ерофей, к городовому. Хотел я ему сам бока намять, да не стоит связываться. видишь, какой он жидконогий. Хватит шпоуху, таки еще, пожалуй, его тирольская голова отвальца. Милостивый государь, последний раз вам говорю, что я здешний дачник и чиновник в чине калежского советника. Извольте посмотреть, вот у меня и орден. Затряс соседенький человек и, расстегнув пальто, действительно показал орден в петлице сюртука. Захохотал купец. Ах, шут гороховый, действительно, он и орден для отвода нацепил, чтоб от воровства отбояриваться. Да кто ж тебе поверит, фокусник-то эткий. Ерофей, смотри-ка, орден. А что это у тебя на шляпе прикол-то? Тоже орден? Батюшки, да он жука себе на шляп посадил. Вот потешник-то. Купец уже ласково ткнул человечка кулаком в брюхо и, схватившись за бока, принялся хохотать самым неистовым образом. Ну, вот что, прибавил он, так как ты ничего не украл, а только хотел украсть, то за твое штавство я тебя отпущу. Но за это ты мне и дворнику Все свои фоксы покажешь А ну-ка, пляши, а мы посмотрим Сиденький человечек сжал кулаки Да вы с ума сошли, господа Какой я плясун, — крикнул он А кто ж ты? Зверей разве только своих по дворам показываешь? Да, конечно, это звери Ты хоть бы лисицу и барсука завел Но дуди в кулак и запивай Выходите, господа, посмотрите на зверя На чудо морское Да что вы, как вам не стыдно? А, этого не умеешь Ну, какие ж твои фоксы-то? Ты-то зачем сачок-то с собой носишь? Чтоб на нос и на зуб его ставить? Ну, так и ставь, ставь, не стыдись Мы и это акробатство посмотрим Господа, уверяю вас Что я не тиролец, не вор, не шарманщик Не фокусник и не акробат А здешний дачник Калежский советник И собираю для коллекции насекомых Вот вам крест Пойдемте тихо в нашу улицу и справьтесь Там меня все знают Сиденький человек снял шляпу Взглянул на небо и перекрестился Ерофей, а ведь крестится Ну, стал быть, не тиролец Те креста боятся Сказал купец Действительно, сударь Как будто бы это здешний дачник Только из стрюцких Рожа-то мне его что-то знакома Он здесь часто с сачком шляется Сказал дворник, осматривая старичка с ног до головы Ну, что с ним возиться Отпустим-ка мы его на волю Он за нас и богу помолит Ведь ничего не украл Ну, ладно Согласился купец Ступай на все четыре стороны Только смотри По чужим заборам больше не лазь Прибавил он Да вот что еще Поминай на молитвах за здравие Раба Афанасия и рабу Акулину Понял, что ли? Сиденький человечек Шепча ругательство Поплелся по дороге И все оглядывался Поплелся по дороге Редактор субтитров А.Семкин